Добрый день, меня зовут доктор Рауль, ваш интернет-стоматолог. Будем разбирать улыбки звезд, сколько они стоили, что они с ними сделали и как они теперь улыбаются. А самое главное, как они улыбались раньше. Все мы с вами охотимся за этой самой белоснежной голливудской улыбкой. Все хотят улыбаться как звезды и при всем при этом они ищут решение в отбеливающих пастах за 200 рублей. Нет, ребята, это так не работает. Итак, начнем мы с обзора улыбки Тома Круза. Тот самый Топ Ган, который не может остановиться в свои... Сколько ему уже лет? Лет 50? В молодости, например, вот если посмотреть на ту фотографию, которую я вижу, понятное дело, вы должны понимать, что я ориентируюсь именно на те фотографии, которые можно найти в интернете и, безусловно, я не могу заглянуть им полноценно в полосырта и, предполагая, на фоне этих фотографий, могу предположить, какие манипуляции делали. Но на ранних фотографиях Тома Круза можно точно заметить, что у него есть скученный зубов, а это значит, что он прошел лечение на брекет-системах. А самое главное, я не знаю, то ли фотография здесь такая, то ли действительно таки было, один зуб у него по цвету центральный отличается от соседнего. Это говорит о том, что на центральном зубе, скорее всего, уже удален был нерв, ведь после удаления нерва зубы начинают меняться в цвете, то есть он у него был уже умертвленный и при этом была скучность зубов. Поставили брекеты. На брекетах наверняка Том Круза лечился, ну, как минимум, года два. Это средний срок лечения на любой брекет-системе. Ну и в конце, после лечения на брекет-системах, Том Круз явно поставил себе виниры и коронки, где-то, скорее всего, восстановил зубы с помощью имплантантов, но вся фронтальная группа зубов это не импланты, как многие из вас думают, когда белоснежные зубы, что это импланты. Нет, это виниры, то есть это керамические накладки, которые надеваются на поверхность своих зубов. В Америке это вообще отдельный культ, и там американская улыбка, это означает, знаете, такого неприлично белого цвета зуба. Неприлично белого. Но наши звезды тоже начали это копировать. Хотя сейчас в современной стоматологии я все чаще вижу людей, которые говорят о том, что нет, они не хотят такую супер белоснежную. Да, чтобы она была красивая и белая, но не настолько белоснежную, как, например, у того же Тома Круза на этой фотографии. Ну, в общем, его лечение заняло, скорее всего, года 2,5-3 от начала до конца. Ну, а стоимость лечения не могу сказать по меркам Америки, но если брать у нас в российской стоматологии и уровень, например, звездности Тома Круза, я думаю, что стоимость точно ушла бы за 10 миллионов. Не удивляйтесь, да. 10 миллионов за этот род? Да, это род Тома Круза. Но, если честно, как таковые виниры, форма зубов, которая есть у Тома Круза, кстати, она уже была заменена, я так понимаю, не один раз, потому что у меня тут фотографии разных годов, и я так понимаю, что он уже их переделывал. Вряд ли он их переделывал, потому что они скалывались и ломались. Скорее всего, он их переделывал просто потому, что ему не нравилось, как они выглядят. И вот на одной из фотографий видно, что даже центральный зуб, если честно, очень отличается от соседа. Как стоматолог мог такое допустить для звезды такого уровня? Позвоните Тому Крузу, пускай он со мной свяжется. Том Круз, свяжись со мной. Маргин Штерн. Очень такая, знаете, спорная звезда, но при этом звезда, его многие знают. И если посмотреть на его улыбку до того, как он ее восстановил и сделал белоснежной, можно обратить внимание, что у него на зубах была повышенная стираемость. По крайней мере, по вот этим фотографиям, которые я вижу, видно, что зубной ряд с правой стороны длиннее, чем зубной ряд с левой стороны. Скорее всего, у него был либо бруксизм, либо какая-то патология прикуса. Не думаю, что ему ставили брекеты, потому что визуально кажется, что зубной ряд вполне себе ровный. Скорее всего, с помощью виниров и керамических накладок ему полностью восстановили прикус и восстановили, ну, скажем так, те самые стертую часть эмали, которая уже отсутствует. Учитывая тот факт, что здесь просто все зубы перекрыты винирами и керамическими накладками, учитывая, скажем так, любовь к деньгам Маргин Штерна, предполагаю, что стоимость этой работы была в районе 5, может быть, 6 миллионов рублей. Это тоже, скажем так, нормальная цена для полной реабилитации всей полости рта среди звезд. Поэтому не удивляйтесь, для кого-то 5 миллионов, хотя это раньше было 5 миллионов, круто, а сейчас 5 миллионов это черри или кто там, какой-нибудь зикор-мыкор. Не, ну Lada Vesta 5 миллионов, это вообще дичь какая-то. Не хотелось бы к такому прийти, нет, спасибо. Инстасамка тоже очень спорная звезда, если честно, до конца не понимаю, почему она звезда и что она такого поет. Я слышал только песни «За деньги, да? За деньги, да?». Но, судя по фотографиям, почему-то мы не нашли фотографии до восстановления зубов. Мы видим уже с установленными винирами. Но если приблизить, то можно увидеть, например, есть разность высоты Дисны. То есть, например, на центральном зубе с правой стороны Дисна находится выше, чем на зубе с левой стороны. Странно, почему ей не сделали коррекцию Дисневого края. Возможно, она не захотела, учитывая, каких размеров у нее губы. Там сложно эту Дисну разглядеть, поэтому, а может быть, оно и того и не надо. Губами все прикроем. Шляп-шляп. Сейчас я быстренько прочитаю статью про нее и точно вам скажу, что же было сделано и сколько это стоило. Итак, инстасамке для того, чтобы привести свою улыбку в идеал, ей пришлось не только поставить виниры. Как я понял из статьи, это официальная доступная информация, стоимость установки виниров ей обошлась в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Но при этом в боковом отделе еще были установлены имплантанты. То есть, на место жевательных зубов, которые, скорее всего, отсутствовали, либо пришлось удалить, ей поставили имплантанты, сделали пластику, вылечили кариес. И в общем итоге стоимость лечения и восстановления реабилитации полностью полости рта у инстасамки вышла в 4 миллиона 500 тысяч рублей. Это таких цен уже нигде нет. Это однушка, я не знаю где, только в лего где-нибудь. Нет, вот раньше нам, года 2-3 назад, возможно, ты бы сказал, вау, 5 миллионов, это я не знаю, там, что там. Да, студию куплю. А сейчас... Живи во рту. Живи во рту. Да, да, да. Пей слюну, живи во рту. Итак, Ольга Бузова стала звездой, но все помнят, наверное, первые выпуски Дома 2, где она еще не была такой звездной принцессы. И на тот момент, я смотрю на ее улыбку, она не была такой идеальной. Можно обратить внимание на то, что у нее тоже есть определенная патология прикуса, есть дефекты десневого края, где-то зубы выше, где-то ниже, где-то короче. А сейчас весь зубной ряд абсолютно ровный и красивый. Что же ей сделали? Ну, понятное дело, скорее всего, керамические виниры на все зубы, но там два варианта решения. Первое, они с помощью либо брекет-систем, либо с помощью кап и лайнеров. Это такие незаметные капы, которые надеваются на зубы, с помощью которых мы можем исправить положение зубов. Расширили дугу верхней челюсти, потому что раньше, если вы обратите внимание на улыбку до и после, у нее были так называемые щечные коридоры. То есть, когда мы улыбаемся в боковых отделах, если объем зубов не закрывает полностью щеки, то образуются так называемые щечные коридоры. Темные уголки и улыбка кажется не наполненной. Когда доктора оставят виниры, мы стараемся, что от этих объемов закрыть эти щечные коридоры. И когда уже пациент начинает улыбаться, визуально кажется весь зубной ряд, ну, прям вот как на витрине, скажем так. Вот у нее сделано, скорее всего, исправление прикуса, дальше покрыто все это винирами. Сколько это стоило? Ну, опять-таки, как давно это делалось, но плюс-минус в районе тех же самых 4,5-5 миллионов, скорее всего, Ольга заплатила. Но не мне. Жаль. Криштиану Роналду. Звезда мирового масштаба. Просто суперзвезда. И если, ну, наверняка все из вас видели его фотографии в юности, когда очень хотелось его сразу отвезти к стоматологу, у него отсутствовали в боковых отделах зубы. У него была двойка расположена нёбно. То есть, если у нас по природе у всех двойка должна стоять сразу после единички и между единичкой и клыком, у него двойка росла с нёбной стороны. Сначала он прошел довольно непростой и долгий путь лечения на брекет-системах, а в виде его совсем ранее, скажем так, фотографии, можно предположить, что патология прикуса у него была не из простых. И, скорее всего, лечение его на брекет-системах было не на протяжении двух лет, а даже дольше. Учитывая, что там проводилась еще пластика Дисны, судя по фотографиям до-после, имплантация, скорее всего, наращивание костной ткани и так далее. Все эти манипуляции требуют довольно большое время для того, чтобы все это устаканилось, прижилось и в итоге на это можно было надеть финишную историю в виде виниров. Поэтому лечение у Криштиана Роналда, думаю, длилось на протяжении трех лет, может быть, три с половиной. И в самом конце, когда исправили прикус, поставили импланты, вытянули двойку в нужное положение, все это дело красиво фасадно накрыли винирами. Сколько это стоило? Ну уж, думаю, точно за 10 миллионов. Даже сложно представить, сколько заплатил Криштиану за свою белоснежную красивую глупку, которую у него есть сейчас. Но согласитесь, разница просто колоссальна. Видите, насколько круто меняет красивая улыбка просто людей на раз-два. Люди становятся абсолютно другими, более презентабельными, яркими. В общем, с такими людьми приятно общаться. С кем он там встречался? Он с этой, с русской, как ее, красотка, да. Зубов не было, наверное, вы не сказали? Ну, не уверен. Я думаю, Криштиану вообще без зубов, в принципе, вы, а мало бы кто отказал. Ты бы... Я бы что? Я бы нет. В смысле? Я бы отказал. Я бы... Я бы... Я бы согласился вылечить ему рот. А это да, с удовольствием. Вот был бы кейс, я лечил рот Криштиану. Морган Фриман. Прекраснейший актер, обожаю его. Обратите внимание, он уже в возрасте начал менять свою улыбку, переделывать. Только в возрасте, да. Не так, что он в молодости был с кривыми зубами, а вот сейчас у него голливудская улыбка. Нет. На каком-то этапе своей жизни, я так понимаю, Морган решил, что улыбка недостаточно яркая, нужно с этим что-то делать. И на фотографиях до мы видим о том, что есть определенная скучность зубов. Зубы не стоят ровно, один наплывает на другой. И тут два варианта решения. Скорее всего, в его случае не ставили брекеты. Но не ставили брекеты не потому, что в таком возрасте их не ставят. Нет. Вы помните, что для брекет-системы, либо же исправления прикусов, возраст не является противопоказанием. Хоть в 80 лет можно поставить на зубы брекеты и начать их двигать в том положении, в котором нам нужно. Вопрос в том, рационально ли в 80 лет ставить брекеты. Ну, наверное, нет. Одним словом, вернемся к Моргану. Скорее всего, ему просто-напросто обработали все зубы, обточили и поставили на них виниры. И точно так же закрылись шелчные коридоры, сделали их более объемными, яркими, светлыми. И получилось классно. Стоимость такой улыбки, я думаю, тоже где-то в районе 8 миллионов рублей. 50 цент. Если посмотреть на фотографию, которую мы вам сейчас покажем, обратите внимание, что раньше на улыбке 50 цента центральные зубы являлись доминирующими. И был такой эффект кроличьей улыбки. Ну, согласитесь, выглядело это не очень. С помощью виниров сделали так, что доминирующее положение и так называемое секс-положение центральных резцов, а есть такое понятие в стоматологии, когда центральные резцы, как ни крутись, все равно должны больше привлекать на себя внимание, его сохранили, но при этом сделали более гармонично боковой отдел зубов. То есть на них тоже поставили виниры, но сделали это не вызывающе, вполне себе эстетично, классно и круто. Я думаю, улыбка фифисенса тоже, скорее всего, за 10 миллионов ушла. Надо понимать, что придя к стоматологу, и когда вы говорите о том, что я хочу белоснежную улыбку, просто сделав отбеливание, вы вряд ли это получите. Если вы хотите такую же улыбку, как у звезд, вы должны понимать, что они выстраивали ее годами. То есть они сначала занимали здоровье, например, исправляли прикус, делали так, чтобы функция жевания работала корректно, и только потом накрывали все это эстетически красивым фасадом в виде виниров. С помощью зубной пасты для отбеливания за 200 рублей. Ну, как в рекламе вам обещают, конечно же, но вряд ли вы дома получите такой гилибуд. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Надеюсь, было интересно. Я очень старался. Поддержите. Спасибо. Хорошего дня.